Всем тихой ночи! В прошлом видео мы обсудили, каким получился победитель на конкурсе, где призом был номер SCP-8000. В этом же посмотрим на других претендентов на этот номер, так что считайте это видео продолжением. Ссылку на предыдущее видео оставлю в описании. Итак, второе место и теперь уже номер SCP-8999 занял объект под названием «Кормят ролей». Где-то в конце 20 века служитель одной скандинавской церкви вступил в контакт с необычными сущностями, которые поначалу проявляли себя, как шумы в подвале церкви. Человек заметил, что шумы идут из трещины, появившиеся после землетрясения, и он, посчитав, что это какие-то животные, начал оставлять там еду, чтобы живность не голодала. Еда исправно пропадала, однако за расколотым полом были явно не животные, ведь они оставляли рисунки. Неизвестные существа оставляли простенькие картинки, в которых, судя по всему, описывали себя, а также пытались общаться с человеком, в основном давая ему знать, какая еда им нравится, а какая нет. Со временем служитель церкви придумал некое идеальное блюдо для своих питомцев, которых он, к слову, считал подземными троллями. Вскоре дед умер, и после смерти священника, его делом продолжил заниматься его племянник, только вот рецепта того самого блюда он не знал, и давал им просто случайную еду, отчего тролли злились и устраивали землетрясения. Тогда явлением и заинтересовались работники фонда SCP. Они в ходе расследования установили контакт с существами, однако те отвечали лишь непонятным рисунком с наклоненным овалом. Фонд отправлял в трещину разные овальные предметы, однако все они отвергались существами, что сопровождалось нарастающими землетрясениями. Что хотели тролли оставалось неясным. Трещина тем временем расширилась настолько, что туда мог поместиться человек, и главный исследователь проекта, доктор Пирелли, решил соорудить простенький лифт, чтобы спуститься прямо к неизвестным существам. Экспедиция, похоже, не удалась. Пирелли пропал, а возле трещины вскоре появился рисунок с довольным троллем. Из последнего полученного сочетания изображений можно сделать вывод, что тролли теперь не хотят овальную штуку, они хотят есть людей. Вполне неплохой объект, кстати. Не шедевр, конечно, но тут есть все составляющие хорошего объекта. Загадка, ведь монстр нам так и не показали. Необычные существа, природы которых мы так и не узнаем. И несколько пугающий конец. Агенты SCP так и не поняли, чем таким кормил троллей служитель церкви, чтобы они оставались спокойны, и теперь будут вынуждены столкнуться с новой угрозой. Идем дальше, и третье место занял небезызвестный Диджей Кактус. Его объект имеет номер SCP-8001. Объект с таким номером впервые был обнаружен фондом SCP после обмена артефактами с организацией инициативы Горизонт. В ходе обмена фонд в том числе получил старинный манускрипт, где описывается место, являющееся краем земли, а также карту, при помощи которой это место можно найти. Довольно долго само существование такого места считалось невозможным, ведь у земли не может быть края. Но в 1942 году корабль фонда проходил недалеко от описанной в старинном документе точки и обнаружил, что ветхие рукописи не врали. Оказалось, что край земли расположен в океане, и с него вода стекает в неизмеримую, возможно, бесконечную пустоту. При этом край земли невозможно увидеть с воздуха или из космоса, потому что он всегда окутан плотной завесой водяного пара. А единственный способ попасть к нему – это следовать древней карте. С одной из сторон SCP-8001 заканчивается каменистым островом с разнообразной растительностью, будто бы собранной со всего мира и кладбищем. На острове также есть лестница, ведущая к башне, разные части которой выполнены в своем собственном архитектурном стиле. Большая часть башни занята библиотекой, наполненной самой разной литературой – от старинных свитков до книг начала 20 века. На вершине конструкции находится маяк, от которого, впрочем, в местных туманах пользы мало. В здании до прибытия агентов SCP обитала одна единственная сущность – механический конструкт, состоящий из часовых механизмов в форме человека. Механическое существо, как оказалось, обладает личностью французского путешественника 16 века, попавшего когда-то на остров и ставшего тут таким. Он получил обозначение SCP-8001-а и рассказал, что маяк тут стоит с древнейших времен, и у него всегда есть как минимум один Смотритель, который под влиянием неких мистических сил становится бессмертным механическим существом. Среди записей местных посетителей обнаружился и журнал Лорда Блэквуда, который, конечно же, тоже побывал в этом месте во время своих приключений. В конце объекта между одушевленной машиной и исследователем SCP доктором Маном происходит диалог, в котором они приходят к тому, что сюда на край земли попадают люди, мечтающие раскрыть все тайны мира. Однако бесконечная пропасть – это все, что они находят. В то же время часовой робот делится с Маном воспоминанием, что он прибыл на остров со своим другом, который, следуя записи башни, что-то понял. В один прекрасный день, получив некое откровение, он направился прямо к бездне, однако не упал в нее, а пошел прямо по воздуху, пока не скрылся в тумане. Весьма достойный объект. Необычная пространственная аномалия и красивое рассуждение в конце о людях, для которых исследование мира – это важная часть жизни. А еще намек на то, что там, где кажется все кончено, для кого-то может быть только начало пути и новые возможности. Ну ладно, кактус еще торт. Посмотрим на объект, занявший четвертое место – SCP-8320, и называется он «700 миллионов волшебников». Объект описывает один из тех миров, где произошел срыв маскарада, и аномальные явления стали известны широкой публике. Все началось с того, что некий Эрик, судя по всему, не тот самый, раздобыл неизвестный могущественный артефакт, при помощи которого попытался превратить своего кота в волшебное существо. Подробности этого события неизвестны, так как и сам Эрик и его аномальный предмет прекратили существовать в описываемой реальности. Зато в этой реальности абсолютно все домашние кошки превратились в гуманоидов, напоминающих стереотипных волшебников из сказок и произведений жанра фэнтези. Мир наполнился гендальфами, волшебниками из страны Оз, Дамблдорами, Мерлинами и прочими подобными персонажами. В целом они довольно дружелюбны к людям, однако часто воюют между собой, применяя заклинания, характерные для произведений, с которых они происходят. Более неприятно, что они медленно преобразуют мир под свой новый образ жизни. Например, создают себе каменные башни, в которых живут, а еще влияют на погоду, создавая разные погодные явления. При этом они, обладая высоким интеллектом, не слишком сговорчивы, потому что следуют мотивациям, типичным для волшебников фэнтези, и убедить их отказаться от этого поведения невозможно. Зато фонд SCP открыл, что будучи убитыми выстрелом в голову, волшебники обратно превращаются в кошек. Теперь задача нормализации мира стала решаемой, однако все еще очень сложно, ведь предстояло победить таким образом 700 миллионов человек, обладающих при этом мистическими силами. В итоге фонд был вынужден обратиться ко многим другим организациям, уже бывшего маскарада за помощью. Все приходит к тому, что мир начал массовую охоту на стереотипных фэнтезийных волшебников, что уже как-то немного совсем цирк. Да, этот объект мне не очень понравился, но на мой вкус он мог бы быть несколько лучше, если бы был немного другим. Не то чтобы он совсем плох, просто есть вещи, которые мне не понравились. Пятое место занял объект, являющийся по сути отдельным приложением. Такие объекты появились на сайте уже довольно давно, но в последнее время народ стал делать настоящие игры прямо на сайте SCP. И вот SCP-8500 это один из них. В SCP-8500 мы копаемся в терминале фонда и поначалу читаем описание объекта, который представляет собой виртуальную реальность, созданную последователями церкви разбитого бога, а именно ранними максфелитами в конце 80-х, начале 90-х. Объект должен был стать цифровым раем, однако из-за ограничений компьютера в того времени это сделать не получилось. Зато получилось загрузить внутрь одно единственное человеческое сознание, одного из максфелитов, работавших над проектом. И теперь он, а вернее она, там единственный обитатель. Создатели забросили проект, и вот через третьи руки компьютер с этой программой попал в фонд SCP. Когда исследователь, а точнее сказать игрок, читает объект, его отвлекает какая-то сущность, постоянно пишущая что-то в командную строку и требующая внимания. Это оказывается та самая максфелитка, загруженная в симуляцию и страшно страдающая там от скуки. С ней можно довольно долго беседовать. У неё очень много диалогов, из которых можно узнать, что, например, она, будучи человеком, жила в культе ЦРБ, и что она выглядит как элиф, потому что любит ДНД. Да, диалогов тут много, но выглядят они как-то более уместно, чем когда объект из них состоит. После общения с сущностью я полез копаться в файлах компьютера и увидел там несколько фотографий кота. Однако рабочее время закончилось. Компьютер выключился, и суровый человек из фонда сказал, что я плохо справился с работой. Тут ещё и на время игра выходит, и концовок несколько. Десять из десяти на кончиках пальцев. Куда лучше, чем читать стены текста. Для получения концовки получше нужно порыться в компьютере и найти несколько текстовых файлов, в одном из которых предыдущий исследователь проекта ААДА объясняет, что она хочет обновить условия содержания объекта в тайне от начальства. И делает это в основном потому, что знала женщину, копия разума которой находится в симуляции, и не хочет, чтобы эта самая копия страдала взаперти. Если читать и затем удалять файлы от АДА, на компьютере рано или поздно появится программа, позволяющая добавлять в виртуальный мир объекта различные предметы, делая жизнь виртуального существа не такой уж и невыносимой, и даже вполне себе неплохой. В концовке мы узнаём, что спустя десять лет герой игрока получает странное сообщение, из которого становится понятно, что конструкт личности этой ДНД-эльфийки освободился и благодарен герою. Я бы, наверное, за этот объект проголосовал про виртуальную реальность, и на самом деле, как по мне, все эти объекты лучше того, что заняло первое место. Однако, несмотря на то, что мне не понравился нынешний SCP-8000, должен сказать, что есть причина, почему за него голосует столько людей. Для того, чтобы её понять, нужно прочесть комментарии к объекту, а там можно увидеть, что объект был написан автором сразу после смерти его мамы, которую он глубоко переживал и, по сути, сублимировал в текст этого объекта. Фонд SCP, библиотека странников и всё прочее, действительно служат в этом объекте всего лишь малозначительными декорациями, к искренним и глубоким переживаниям главного героя, которым является даже не персонаж, но сам автор. Хотя вопрос, насколько это вообще уместно в SCP, всё ещё открыт. Да и без знания этого контекста, который ещё нужно найти в комментариях к объекту, писанина всё ещё довольно постная, если честно. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok